Всем привет! Меня зовут Инга, я преподаватель русского языка. Сегодняшняя тема – морфемика и словообразование. Каков план нашей встречи? Сначала мы вспомним, что же такое морфемика и словообразование. Далее вспомним о способах словообразования и повторим, как правильно делать словообразовательный разбор. И в конце мы поговорим о форме образования. Итак, что же такое морфемика? Морфемика – это раздел науки о языке, который изучает морфемный состав слова. Морфемика изучает приставки, корни, суффиксы и другие морфемы. Что же такое словообразование? Словообразование – это также раздел науки о языке, который изучает способы образования слов. Как мы можем догадаться, морфемика и словообразование очень тесно связаны. Сейчас мы повторим способы словообразования. Как известно, в русском языке выделяют несколько морфемных способов словообразования. Это приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный и бессуффиксный. И еще один способ сложения. Эти способы словообразования называются морфемными, потому что при образовании новых слов используются какие-либо морфемы. Первый способ, о котором пойдет речь – это приставочный способ. Новое слово образуется в результате присоединения приставки к основе слова. Например, возьмем основу слова «город» и присоединим к этой основе приставку «при». Получится новое слово с новым лексическим значением «пригород». Другой способ – суффиксальный способ. Новое слово образуется в результате присоединения к основе слова суффикса. Например, возьмем основу слова «черный». Добавим к этой основе суффикс «от». В скобочках обязательно необходимо пояснить, какое будет окончание. Окончание будет «а», поскольку «от» – это суффикс существительного женского рода. Получится в результате всех этих операций слово «чернота». Далее возьмем слово «лимонный», основу слова и присоединим к этой основе суффикс «н». В скобочках обязательно нужно указать, что получится в результате прилагательное, поскольку «н» – это суффикс прилагательного. В результате присоединения суффикса «н» к основе слова «лимон» получится прилагательное «лимонный». Следующий способ, о котором пойдет речь – это приставочный суффиксальный способ. Новое слово образуется в результате одновременного присоединения приставки и суффикса к основе слова. Ключевое слово здесь – одновременного. Итак, возьмем, например, основу слова «нос» и добавим к основе этого слова одновременно приставку «пере» и суффикс «иц». Получится слово «переносица». Почему это именно приставочный суффиксальный способ? Почему нельзя сказать, что сначала присоединили приставку, а потом суффикс? Мы не можем так сказать, поскольку слово «переносица» без приставки или без суффикса не существует. Если мы уберем приставку или суффикс, то получится либо слово с другим значением, либо абсолютная ерунда. Поэтому мы говорим, что приставка и суффикс в данном случае присоединяются одновременно. Другой способ – бессуффиксный. Способ при этом способе мы к основе слова ничего не добавляем, а наоборот. Мы убираем суффикс или добавляем нулевой суффикс, как говорят ученые. Например, возьмем основу слова «переносить». Видим, что здесь в этом слове используются два суффикса. Суффикс «и» и суффикс, формообразующий суффикс, инфинитива «ти». Мы убираем эти суффиксы, то есть добавляем нулевой суффикс, и получается отглагольный существительный перенос. Возьмем основу слова «широкий». Возьмем основу, видим, что она состоит из двух частей. Из корневой морфемы, корень «шир» и из суффикса. Суффикс здесь «ок». Нам необходимо убрать этот суффикс, суффикс «ок». Добавить, то есть нулевой суффикс, в результате присоединения нулевого суффикса получится существительный «ширь», который образованно бессуффиксным способом. Еще один морфемный способ словообразования – это сложение. Сложение – это такой способ словообразования, в результате которого новые слова получаются с помощью соединения корней разных слов. Выделяют несколько видов сложения. Первый вид – это сложение основ бессоединительной гласны. Ну, например, взяли основы двух слов «плащ» и «палатка». Получилось новое слово «плащ-палатка». Как видим, здесь соединительная гласная не участвует в образовании нового слова. Это слово пишется через дефис. Еще один вид сложения – это сложение основ соединительной гласны. В качестве соединительной гласны, в качестве интерфикса, как мы помним, выступают гласные «о» и «е». Ну, например, возьмем основу слова «сухие», «сух», добавим соединительную гласную «о» и возьмем второе слово «целиком фрукты». Получится слово «сухофрукты». Еще один вид сложения – это сложение основ соединительной гласны «о» и «е» с одновременным присоединением суффикса. Ну, например, возьмем основу слова «сок», добавим соединительную гласную «о», далее возьмем основу слова «выжимать», «выжима», к этой основе добавим суффикс «лк», получится существительная соковыжималка. В русском языке существует также такое явление, как сложно сокращенные слова. Они называются так потому, что образованы они из сокращенных частей слова. Ну, например, слово «спортплощадка» является сложно сокращенным словом. Оно образовано от части слова «спортивное», «спорт», и второе слово берем целиком «площадка». «спортплощадка». «Спецкор» – это существительное, которое образовалось в результате сокращения слов «специальный корреспондент». Еще один вид сложно сокращенных слов – это аббревиатура. Абревиатура – это сложно сокращенное слово, которое составлено из начальных букв слов-словосочетаний. Ну, например, аббревиатура РФ, всем известная, означает Российская Федерация. ВУЗ, обратите внимание, эта аббревиатура пишется строчными, то есть маленькими буквами, расшифровывается как высшее учебное заведение. ТЮЗ – это театр юного зрителя, МГУ, как Московский государственный университет. Можно расшифровать, но это вам хорошо известно. В русском языке также существует неморфологический способ словообразования. Неморфологический способ словообразования подразумевает появление новых слов в результате перехода слова из одной части речи в другую. Ну, например, всем известно, что существует такое прилагательное столовое. Например, в словосочетании «столовая ложка» мы можем это прилагательное встретить. Однако это слово «столовое» из прилагательного переходит иногда в разряд существительного. Появляется новое слово «столовое» в значении помещения. Это существительное, которое образовалось именно с помощью перехода слова из одной части речи в другую. Или, например, все мы знаем, что существует такое существительное «караул». Однако это существительное может легко трансформироваться в междометие, в исклицательное выражение. Сейчас мы вспомним, как правильно делать словообразовательный разбор слова. Сначала нам необходимо установить производящую основу для данного слова. То есть нам необходимо выяснить, от какого же слова образовано данное нам. Далее мы выделяем словообразовательные аффиксы, то есть приставки и суффиксы. После мы указываем способ образования слова и в конце выстраиваем словообразовательную цепочку. Итак, нам дано для разбора слова «подоконник». Первым делом нам необходимо узнать, от какого же слова, от какой основы образовано слово «подоконник». Производящей основой для слова «подоконник» является основа слова «окно». Основа «окн». Основа, как мы помним, это все кроме окончания. Слово «подоконник» образовано от слова «окно» путем одновременного присоединения к производящей основе приставки «под» и суффикса «ник». Почему важно подчеркнуть, что приставка и суффикс присоединяются в данном случае одновременно? Мы знаем, что слово «подоконник» без приставки или без суффикса не существует. Нет слова «оконник» и нет слова «подокно». Поэтому мы с полной уверенностью утверждаем, что суффикс и приставка присоединяются одновременно. Поэтому способ словообразования морфологический, префиксально-суффиксальный, ну или приставочно-суффиксальный. В конце мы должны построить словообразовательную цепочку. Первое слово в словообразовательной цепочке слово «окно». Именно от него, как мы помним, путем присоединения приставки и суффикса образовано слово «данное» на слово «подоконник». Здесь стоит обратить внимание на чередование, которое происходит в корне слов «окно» и «подоконник». Мы видим, что в слове «окно» корень «окн», а в корне слова «подоконник» корень «окон». Тут происходит историческое чередование гласных, чередование нуль звука и «о». Далее мы поговорим о формообразовании. Мы знаем, что части слова нужны не только для того, чтобы образовывать новые слова, но еще и для того, чтобы образовывать формы слова. Основным средством формообразования в русском языке является, конечно же, окончание. Как мы помним, с помощью окончания мы не образовываем новые слова, мы образовываем лишь формы слов. Ну, например, родина. В этом слове мы выделяем окончание «а». Это окончание является показателем грамматических категорий. По окончанию «а» мы понимаем, что перед нами слово существительное в именительном падеже, слово первого склонения. Родины. Здесь мы уже видим окончание «ы». Оно сообщает нам, что перед нами существительное в родительном падеже, существительное первого склонения в родительном падеже. Родине. Как мы видим, здесь уже окончание «е». Оно сообщает нам о том, что данное существительное стоит уже в дательном падеже. «Красивый» в этом прилагательном мы выделяем окончание «ы». По этому окончанию мы можем понять, что перед нами прилагательное в именительном падеже. И это прилагательное имеет форму мужского рода. «Красивого» мы видим окончание «уго». По этому окончанию мы понимаем, что перед нами прилагательное в родительном падеже мужского или среднего рода. «Красивая» здесь окончание «ая». Мы по этому окончанию понимаем, что перед нами прилагательное в именительном падеже женского рода. Число, конечно, единственное. Кроме того, мы должны сказать, что формы слов образуются не только с помощью окончаний, но еще и с помощью формообразующих суффиксов. Например, в слове «стоять» выделяется такой формообразующий суффикс, как суффикс «те». Суффикс «те» – это формообразующий суффикс инфинитива. Если мы заменим этот формообразующий суффикс на суффикс прошедшего времени, суффикс «ль», то получится слово «стоял». Суффикс «ль» – это тоже формообразующий суффикс, поскольку с помощью присоединения этого суффикса образуется не новое слово, а лишь форма слова. Если мы к основе слова присоединим суффикс «я», суффикс «депричастие несовершенного времени», то, как мы видим, новое слово не образуется, появится лишь форма глагола «депричастие». «Новый» – если к основе этого слова «нов» мы присоединим суффикс сравнительной степени «ее», то видим, слово не изменится. Новое слово с новым лексическим значением не появится, изменится только форма слова. Новое «ее» – это тоже формообразующий суффикс, с помощью присоединения этого формообразующего суффикса появляется простая форма сравнительной степени имени прилагательного. Мы знаем, что в русском языке существуют также аналитические формы формообразования. Аналитический способ образования форм подразумевает использование вспомогательных элементов. Например, если мы образуем форму простого будущего времени от глагола «читать», мы будем видеть, что эта форма состоит из двух частей. «Буду» и «читать». Мы видим перед нами аналитическая форма будущего времени. Аналитическая, то есть состоящая из двух частей. «Читал». Если от этого глагола образовать форму сослагательного наклонения, мы увидим, что она тоже будет состоять из двух элементов. «Читал бы». «Бы» – это частица, которая участвует в образовании сослагательного наклонения. Это тоже аналитическая форма. Если мы образуем форму сравнительной степени от слова «красивый», то получится слово «более красивый». Слово «более» используется для образования составной формы сравнительной степени прилагательного. Когда мы говорим об изменении формы слова, мы должны помнить, что иногда в основе слова происходят значительные перемены. Иногда формы слова образуются путем изменения основы слова. Это явление называется сублитивизмом основы. Например, мы знаем, что глагол «идти» в инфинитиве может меняться, менять свою основу в прошедшем времени. Например, «шел». Мы видим, основы этих слов совсем не похожи друг на друга. Или возьмем прилагательное «плохой». В положительной степени это слово имеет именно такую форму. В сравнительной степени в простой форме. В сравнительной степени мы уже увидим другую основу, хуже. Итак, мы поговорили об основных понятиях морфемики и словообразования. На этом наше занятие окончено. Спасибо, пока. Субтитры создавал DimaTorzok